Главный финансовый документ Самарской области сохранит социальную направленность. Увеличатся зарплаты бюджетников. После того, как МРОД с нового года превысит отметку в 12 тысяч рублей, им положены доплаты. Это коснется более 37 тысяч работников. Проиндексируют выплаты региональным льготникам – ветеранам труда, ветеранам войны, труженикам тыла. В бюджете запланированы дополнительные средства, которые позволят увеличить зарплату тренеров в областных госучреждениях в среднем на 30%. Важнейшая задача бюджета – гарантированное исполнение всех социальных обязательств, в том числе новых мер поддержки, которые предусмотрены в рамках приоритетных национальных проектов. Хорошие новости для молодых семей, которые еще не решили квартирный вопрос. В областной казне существенно увеличена сумма для решения этой проблемы. На Василье в следующем году должны отпраздновать 1280 семей. Вводятся и новые для региона меры поддержки. В 2020 году каждой самарской семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарок новорожденному. Подарочный комплект детских принадлежностей. Сегодня уже достаточно хорошо отработал Министерством социального развития совместно с Минздравом. Кроме того, мы хотим помочь семьям, которые не успевают воспользоваться программой молодой семье «Доступное жилье» из-за достижения 36-летнего возраста. Вы знаете, что этот вопрос обсуждался, достаточно остро ставился. С 2020 года таким семьям с детьми, имеющим ипотеку из областного бюджета, будут предоставляться выплаты на компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Еще одно новшество. С 2020 года дети с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно два раза в день питаться в школах. Речь идет о 6 тысячах учеников. Еще одна крупная статья расходов касается поддержки ветеранов и тружеников тыла. Первым отремонтируют жилье, вторых должны обеспечить квартирами. Не забыли в правительстве и про талантливых детей. В регионе построят четыре школы, которые войдут в список базовых учреждений Российской Академии наук. Кроме того, в ближайшие три года планируют спроектировать, построить или реконструировать 9 домов культуры, 15 детских садов, 12 универсальных спортивных комплексов и 11 больниц. На следующий год в областной больнице Минисередавина будет проведена реконструкция приемного отделения главного корпуса, что позволит полностью отделить потоки плановых и экстренных пациентов. Не забыли ни о ком, ни о ветеранах, ни о людях с инвалидностью. Очень хорошо прошлись по образованию. Не забыли и муниципалитет. В общем, мы видим комплекс. В проекте областного бюджета запланировано серьезное ассигнование на реализацию национальных проектов – более 30,5 миллиардов рублей. Это позволит привлечь в регион значительный объем средств федерального бюджета и обеспечит полное участие Самарской области во всех нацпроектах. Параметры областного бюджета представлены пока без учета тех денег, что поступят из федерального центра. Их учтут после того, как Государственная дума примет бюджет. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Лариса Шлафаст, Константин Головин. Лариса Шлафаст, Константин Головин.